Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Елена Ролтугина, психолог. Сегодня очень интересная, важная тема. Мы будем обсуждать с вами 10 способов расстаться с болезнями и неудачами, обрести чувство внутренней свободы и угребить силу духа. Первый способ – личная сила человека. Здесь актуальна тренировка осознанности. Перед каждым действием или поступком необходимо спрашивать себя, а что мне это даст, а что мне принесёт то или иное моё действие, к чему мне приведёт сказанная вот эта фраза или сделанный мной вот этот поступок, что он мне принесёт, к чему он меня приведёт, для чего он мне нужен, нужен ли он мне. Если да, тогда мы совершаем это действие. Тренировка осознанности – очень важное занятие. Осознанность – это ответственность за каждое своё слово или своё действие. Сначала мы думаем, для чего я сейчас это скажу, что мне это принесёт, или для чего я сейчас это сделаю, что мне даст этот поступок. Если всё хорошо, вы знаете, для чего, и что всё это закончится сплошным позитивом, тогда, конечно, хорошо делайте это действием. Второй способ – возлагаем ответственность за свою жизнь только на себя. Это моя жизнь, я за неё ответственный, я и только я люблю себя и сделаю для себя всё самое лучшее. Никто ни в чём не виноват. Перестаём обижаться и думать про кого-то, что он кто-то, волшебник или какой-то другой человек, обладает такими чудесными качествами, что хочет нам очень сильно помочь, спасти нас, дать нам любовь, подарить нам счастье, дать нам деньги, всё для нас сделать. Нет такого человека, который на самом деле хочет прийти и спасти вас, решить ваши проблемы. Всё мы должны делать для себя сами. Берём ответственность за свою жизнь в свои собственные ручки. И это очень тесно соприкасается со способом третьим. Проблемы нужно решать самим. Почему? Потому что, решая проблемы, мы очень серьёзно духовно развиваемся. Нам свыше даются эти проблемы, чтобы мы их решали. Решая эти проблемы, мы укрепляем силу своего духа. Мы развиваемся духовно. У нас появляется сила воли, ответственность. В общем, мы такие для небес становимся отличники. Четвёртый способ. Следует изменить своё отношение к тому, что вы изменить не в силах. К примеру, вы не в силах изменить тот факт, что вы родились в такой-то семье, в неблагополучной, допустим, или без отца, допустим, что-то ещё вас не устраивает. Это уже случилось. Вы ничего не можете сделать. Мучения по этому поводу не актуальны. Они ничего вам не принесут. Не стоит обижаться на политиков, на главу государства. Вряд ли вы что-то своей обидой сможете изменить. Вы будете терять. Я знаю много клиентов, которые всё вроде бы понимают, но тем не менее. Но тем не менее обижаются на президента, на свою несчастную судьбу, на своих родителей. Не стоит терять энергию на этом. Не стоит обижаться на то, что вы изменить не в силах. Вот примите эту данность. Измените своё отношение к тому, что вы не можете изменить. Пятый способ. Примите людей такими, какие они есть. Не вы этих людей создали. У них своя судьба, свои задачи, данные небесами, своё окружение, воспитание, свои привычки. Мы не можем, мы не для того, чтобы воспитывать этих других людей. Мы для того, чтобы воспитывать себя, укреплять себя, расти духовно. Поэтому обратите внимание на себя. Когда вы примите людей, со всеми их недостатками станет гораздо легче жить. Способ номер шесть. Примите и себя такими, какие вы есть. При этом, видимо, не стоит говорить о том, что нужно принять свои достоинства. Я красивая, я добрая. Это всё понятно. Это мы принимаем легко. Здесь как раз важно отметить объективность в принятии себя. Объективно себя оценивать как бы со стороны. Вот есть такая я, Катя. У меня большая ступня, у меня короткие ноги, короткая шея, большой череп. Можно ли это изменить? Вряд ли это можно изменить. Вряд ли поменяешь форму черепа. И вряд ли кто-то будет укорачивать себе ноги, ступни, удлинять ноги, шею и так далее. Это изменить невозможно. Так стоит ли страдать по поводу этого? И этот пункт вам тоже может показаться уже знакомым. И так всё понятно. Но однако, друзья, когда я работаю с клиентами, это ежедневно большое количество людей, практически каждый грызёт себя за то, что в нём не так. И мучается ежедневно, истязая себя кто диетами, кто тренировками, кто просто страдает. Что я не такой, как все, и я не имею права быть на белом свете. Так получается. То есть включать такую программку себе, что вроде бы как я и не достоин быть тогда. Ну, раз я какое-то не такое. То есть для небес это выглядит так. Я унылый человек, у меня грех уныния, я не принимаю себя таким, какой я есть. Ну, в общем, я никчёмный, я ненужный. Энергия вокруг вас думает, ну и правда, никчёмный, ненужный человек. Сам способ, как из этого выходить, нужно объективно оценить достоинства недостатки и принять эти недостатки. И с этими недостатками пойти именно туда, где эти недостатки будут незаметны. Например, с формой черепа, короткой шеи, короткими ногами идите в библиотеку, но не на сцену, где вас будут конкурентки, актрис, обсмеивать. А не принимать эти франты, лорды, женихи светского общества. А в библиотеке, я думаю, это не столь актуально, правильно? Вот, поэтому нужно правильно оценить себя. Выделяйте свои достоинства, маскируйте свои внешние недостатки и работайте с внутренними недостатками. Вот внешность люди принимают гораздо, привыкают к внешности гораздо быстрее. А вот внутренняя начинка, это то, с чем борются наши близкие. И не с чем будет бороться, когда у вас недостатков не будет. Опять приходим к тому, что нужно очень тщательно работать с собой. Седьмой способ. Необходимо сойти с пьедестала. Излишнее самолюбование, напыщенность, такая чрезмерная горделивость. Когда вы самовлюблены до крайней какой-то степени, вот это выглядит смешно, нелепо и невежественно. И для развитых, воспитанных, духовно продвинутых людей это очень выглядит смешно и неказисто, как минимум. Не стоит быть в постоянном соревновании с кем-то, не стоит самоутверждаться за счет кого-то, не стоит подтверждать свою значимость, когда от вас никто этого не ждет. Восьмой способ. Не нужно спорить напрасно. На споры тратится огромное количество энергии. Когда вы спорите, это вы тоже тешите свой эгоизм, свое самолюбие. Будет достаточно, если вы спокойно выразите свою точку зрения и постараетесь услышать то, о чем говорит ваш партнер, оппонент. И этого достаточно. Вступать в спор, повторять два раза одно и то же не стоит. Тот человек не обязан думать точно так же, как и вы. Поэтому доказывать что-то не нужно. При этом человек и выглядит нелепо, и энергии очень много уходит. Девятый способ. Тренируйте эталонное состояние. Что такое эталонное состояние? Это полная внутренняя свобода от внешних обстоятельств и от черт характера других людей. Снизьте претензии к людям, к их недостаткам. Смотрите в глубину себя. Дайте себе засиять. Пусть у вас отсюда пойдет свет, любовь к людям. И тогда окружающие вас люди, они не будут столь явно демонстрировать свои недостатки. Когда вы несете в мир любовь, позитив, конечно, тогда и притягиваются и такие же люди светлые. И начинает меняться все вокруг. И начинают меняться те люди, которые рядом с вами. То есть ваша теплая, позитивная энергия, кто находится в вашем поле, они тоже начинают быть медленно, да. Но они становятся тоже теплыми, приятными, добрыми людьми. Десятый способ. Молитесь и медитируйте. Каждая клеточка вашего тела ответит вам благодарностью, доказана научно, проверена, обследована приборами, учеными. Да, молитва и медитация. То, что нас оздоравливает. То, что дает нам колоссальное количество энергии. Молитва – это ваше обращение к Богу. У каждого есть прямая связь с Богом. У каждого есть канал с Богом напрямую. Поэтому, когда мы молимся, мы обращаемся к Богу напрямую. Когда мы медитируем, мы слушаем ответ Бога. А что Бог отвечает нам? При этом ждем этого с такими вибрациями позитивными. При этом у нас столько энергии свободной дополнительно появляется, столько любви. И очень всем рекомендую ежедневно выполнять молитвы и медитации. На этом все, друзья. Это была очень краткая и сжатая инструкция, как увеличить свою силу, как оставаться внутренне свободным, энергичным человеком. Тренируйте эти 10 способов, и вы изменитесь, вы станете более позитивным, более легким, более энергичным человеком. У вас изменится окружение, удача придет в вашу жизнь. Я вас очень люблю. Встретимся в следующем видео. С вами была Елена Раудугина. Всем добра, позитива, удачи!